всем здравствуйте из солнечного пива солнечного но пока еще не очень теплого вот о теплых странах мы расскажем с еленой поговорим вернее с еленой и остратовым руководителем троператора руководителем направления шри-ланка пока вот и троператор travel professional group здравствуйте здравствуйте очень приятно снова у вас быть спасибо я сегодня хочу поговорить но о шри-ланке очень много всего уже было сказано и говорится и очень много есть информации я сегодня хочу немножко поговорить все таки о неизведанном ним таком еще пока неизведанной части шри-ланки это восточное побережье восточное побережье которое сейчас на котором сейчас начался сезон и достаточно активный сезон и начался еще 1 апреля а вот и хочу немножко да рассказать может быть до изменить какие-то стереотипы да будем ломать стереотипы может быть сегодня что шри-ланка это совершенно зимние только направление абсолютно только особенно декабрь и февраль и на этом в общем то все заканчивается на самом деле нет и на восточном побережье начинается активный сезон муссон и как мы знаем да которые есть на юго-западном побережье они зимой на восточном побережье они переменяются местами и на востоке начинается активный сезон замечательная погода и так далее и тому подобное если то подробнее уже сказать восточное побережье на самом деле почему неизведанное многие не рассматривают очень зря это побережье для в общем-то отдыха тому есть несколько причин восточное побережье вообще называют бюджетные мальдивы или ланкийские мальдивы это не совсем так но доля правды в общем-то в этом есть потому что восточное побережье обладает все-таки самыми наверное одними из самых красивых пляжей на шри-ланке это однозначно так одни из самых широких пляжей одни из самых пляжей со светлым песком чего в общем-то на остальном побережье шри-ланки не везде есть да и конечно же самый большой плюс это абсолютно отсутствие волны в океане это большой это то что в общем-то многих даже многие поэтому и не рассматривают вообще шри-ланку как как направление либо очень тщательно выбирают для себя курорт чтобы это была бухта лагуна чтобы это было закрыто что можно было плавать и купаться здесь как раз такой проблемы такая проблема вообще в принципе на восточном побережье отсутствует за счет того что это коралловый риф который защищает однозначно от волны и нигде наверное на остальной территории шри-ланки нет абсолютно спокойно в абсолютной глади абсолютно спокойного океана где можно плавать где можно купаться и вообще никаких проблем не возникает с тем что есть волна и так далее почему еще да какие есть плюсы вас восточном побережье это опять же шри-ланку повторюсь не рассматривают и как летнее направление как раз восток это летнее направление да это лето на шри-ланке и плюс того что нету очень сильной жары очень сильной влажности потому что климат на восточном побережье он тоже немножко отличается от остального это не восток это вообще другая немножко шри-ланка там остается тоже гостеприимство тоже улыбчивость тоже тоже экзотика те же вкуснейшие блюда и так далее то есть колорит шри-ланки он есть там но это немножко другая шри-ланка с другой атмосферой с другим климатом не похоже не не на ну на остальную часть острова не похоже климат круглогодично шри-ланки температура одинаково да то есть это 30-35 градусов максимально и если юго-западное побережье более влажное то есть там более больше чувствуется влажность то на восточном побережье как раз очень комфортно переносится климат да нету сильной влажности это более сухой климат и поэтому температура опять же океана круглогодичная одинаково это 25 градусов поэтому здесь как раз вот присутствует такой морской бриз да то есть вот вечером абсолютно комфортная температура и ощущение для того чтобы не находиться в номере а для того чтобы провести время на пляже для того чтобы поужинать на пляже для того чтобы ну все все что будет прогуливаться по берегу то есть это как раз та часть острова где это абсолютно спокойно и комфортно можно сделать если мы говорим про пляж или она хотела уточнить про коралловые рифы там тоже можно посмотреть или они далеко расположены на самом деле я могу сказать что если мы возьмем всю шри-ланку то однозначно самый красивый коралловый риф находится именно на восточном побережье есть коралловые рифы в регионах все знают да и хикаду вайберу вэла но они выглядят там абсолютно не так ярко и красочно как именно нам на востоке да они много тому есть факторов и человеческий фактор и прошлые до какие-то моменты дают цунами и так далее на восточном побережье это как раз вот самый красочный коралловый риф и одна из самых популярных экскурсий которые есть на восточном побережье это конечно же коралловый остров пиджион это природный заповедник он находится напротив если мы будем уже так по по регионам говорить восточного побережья это тринкомали это не лавели это пасекуда напротив не лавели напротив пляжа не лавели красивейшего находится вот как раз коралловый остров пиджион куда можно на лодочке приплыть и провести там абсолютно весь день опять же полное отсутствие волны то есть вы можете заниматься снорклингом это могут делать как взрослые так и дети абсолютно там очень красивый пляж да где можно совершенно спокойно познакомиться с морскими обитателями познакомиться с черепахами вот познакомиться с красивыми увидеть красивых рыбок и так далее и тому подобное конечно он не настолько красочные яркие наверное если мы будем сравнивать с египтом или с мальдивами да немножко но он уступает но тем не менее это тоже достаточно интересная и очень хорошая экскурсия одна из самых популярных плюсы восточного побережья их ну огромное множество естественно это атмосфера абсолютного вот такого спокойствия абсолютно романтическая атмосфера я думаю что это наверное лучшее место вот как раз для отдыха для проведения медового месяца для парного отдыха да для того чтобы полное спокойствие было потому что восточное побережье пока скажем так не испорчено огромным количеством туристов да вот я думаю что через год где-то это будет одно из самых популярных мест на шри-ланке потому что она очень стремительно развивается если раньше это было там несколько лет назад это было всего три-четыре отеля то сейчас их уже около 15 и это отель и отельная база абсолютно новое отеле очень хорошего уровня с прекрасным обслуживанием и так далее и конечно же поэтому они начали пользоваться большой популярностью и вот пустынный пляж широкий пустынный пляж километры до пустынных пляжев это пляжи это именно то что можно увидеть на востоке да где нету массы людей где нет вам ничего не предлагают купить да где вот как раз такое полное уединение и покой то что с одной стороны многим нравится а многие люди этого не любят да то есть 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 в общем то выбор ну да это как раз для такого более романтического отдыха ну в общем то не только романтический отдых но больше всего конечно это подходит все-таки для романтического отдыха но это прекрасно подходит и для спокойного отдыха для людей в возрасте да те кто не хочет до каких-то шумных развлечений дискотек до утра да то есть кому это мешает кому это не нравится это как раз то то место куда нужно отправляться ну и конечно же для отдыха с детьми потому что опять же отсутствие полной волны в океане это тот плюс и огромный плюс который подходит подходит для и в общем то с детьми там есть чем заняться поэтому это абсолютно вот то место куда можно отправляться любой любой в общем то категории туристов единственное что если это ну молодежь такая очень активная да которая хочет все-таки каких-то каких-то тусовок то там они их не найдут и я считаю что это очень большой плюс сейчас ну как для это моих субъективное мнение но плюс очень большое восточного побережья для именно спокойного релакса для спокойного отдыха для обретение такое такого покоя это как раз то место которое нужно ну и плюс конечно есть ну перечислять можно много много есть один я не могу сказать это минус но наверное для многих это минус то почему восточное побережье многие не рассматривают это длительность трансфера летом у нас продолжают полетную программу и прямой рейс мау который продолжает летать два раза в неделю продолжает полетную программу и fly дубай вот поэтому добраться в общем то абсолютно не составляет никакого труда и и я имею ввиду шри-ланки да и трансфер который предлагается на восточное побережье это ну где-то порядка пяти с половиной часов то есть добраться от аэропорта можно где-то порядок за пять с половиной часов то есть это в принципе достаточно длительный трансфер но если мы будем говорить про юг разве туда быстрее да это где-то 4 но если самую южную точку возьмем то это где-то четыре с половиной часа особенно если мы берем групповой трансфер то конечно же пока мы туда доезжаем это где-то чем ну четыре с половиной часа и порой и порой и пять мы можем потратить трансферы на восточное побережье это в общем то переносятся недостаточно комфортно потому что транспорт кондиционированный после перелета вы спите все равно в машине да естественно это делается с остановками естественно ну то есть очень комфортно но тем не менее это стоит того чтобы туда чтобы туда ехать вот как раз за счет того потрясающего побережья этого потрясающего океана которая предлагает восточное побережье лететь уже до шри-ланки так до порядка девяти часов до вас ли прямой рейс да то это 9 до 9 часов поэтому можно уже немножко проехать если хочется такое место как честно говоря вот по опыту туристы которые попадают туда они даже не один случай такой был они не просто довольны они хотят остаться они хотят поменять да поменять просто просто дату вылета и остаться еще потому что действительно там такая очень хорошая атмосфера да для вот как раз и и масса вариантов чем в общем-то заняться на трансферу можно сократить то есть в плане сделать все-таки шри-ланка богатой экскурсионной программой и как немногие страны могут предложить такое изобилие такое количество экскурсий как предлагает шри-ланка можно прилетать 10 раз да и 10 раз увидеть что-то новое новой экскурсии посещать поэтому можно комбинировать это очень удачно даст по дороге до останавливаться в регионе например сегири хабараны да где масса вариантов опять же для проведения досуга да во-первых регион сегири хабараны он сразу вас располагает к тому что вы вы сразу понимаете где вы до что вы в экзотической стране это джунгли это слоны это обезьяны это замечательные аюрведические центры которые там можно посетить это отели очень интересные бунгального типа которые сделаны вот в стиле ланкийской деревни это все можно можно на одну ночь остановиться в регио в регионе хабарана это два с половиной три часа вы останавливаетесь на одну ночь вы полностью погружаетесь в жизнь в джунгля вот посещаете все достопримечательности такие как сегири и такие как полонарува такие как дамбула то есть самые популярные и на следующий день вы отправляетесь у вас всего опять же два с половиной часа и вы попадаете на прекрасный пляж на восточное побережье и продолжаете свой отдых вот поэтому в общем то можно это делать таким образом можно комбинировать это и таким таким образом трансфер становится более более приятным да не таким может быть сложным и это тоже очень легко можно делать для меня было погружение в полное в джунгли когда я увидела знак здесь могут ходить слоны слоны вараны да и знаки и это ну так ты понимаешь да они прям здесь могут ходить ну то есть так интересно ну вот как раз регион хабараны сегири вот дамбула вот в этом регионе как раз очень много частных слоновых питомников где можно покататься на слоне где можно покупаться со слоном вместе в реке то есть это очень интересно и для детей я думаю для взрослых то есть абсолютно для любой категории туристов поэтому если мы рассматриваем восточное побережье это абсолютно не отменяет того что мы можем погрузиться до в настоящую шри-ланку и увидеть все достопримечательности самые популярные которые которые мы хотим многие люди с южного побережья самой южной точки до едут смотреть сегири а это порядка пяти часов да это очень далеко но тем не менее это не мешает и в общем то совершенно спокойно очень многие посещают как раз вот регион хабараны и дамбул и сегири с южного побережья поэтому с востока это сделать гораздо проще это гораздо ближе это всего два с половиной часа поэтому если вы приезжаете на восток и вы отдыхаете на востоке в неважно в каком регионе это не лавейли это тринка мали это посекуда вы можете совершенно спокойно в какой-то из дней заказать для себя экскурсию и посетить сегири и посетить полунору есть рядом с совсем недалеко от восточного побережья всего наверно полутора полтора часа езды парк минерия да где можно сделать джип сафари парк минерия это самая большая популяция слонов да то есть мы можем посмотреть на них в дикой природе да и тоже достаточно интересная экскурсия которая всего опять же в полутора часах езды вы можете какой-то день выделить и и посетить что еще можно если мы говорим о сафари да есть самый популярный да наверное парк для джип сафари это парк яла который находится на юге он всем известный он самый крупный а вот но это не не только в общем-то одно одно место где можно вообще национальных парков на шри-ланке очень много просто они не являются такими популярными и на севере до ближе к северу находится парк вилпату который по размерам практически да такой же как яла это тоже достаточно большой парк и там огромное количество или а по то есть все что есть в парке яла да то есть все то же самое вы можете увидеть и слонов и леопардов и диких кабанов и крокодилов и так далее это все можно увидеть в парке велпату если мы отдыхаем на восточном побережье это где-то порядка трех часов езды 33 с половиной часа езды можно посетить парк велпату и сделать джип сафари джип сафари интересный не только можно сделать не только джип сафари можно остаться там на ночь да то что очень популярно у европейских туристов сейчас и они приезжают это кемпинги да которые все и у все удобства да то есть у вас палатка грубо говоря всего внутри со всеми удобствами вот понятное дело из душем и с горячей водой и так далее но тем не менее вы находитесь на территории парка либо очень близко вы находитесь в джунглях и это ужин барбекю да это вечером зажигаются костры на территории да это звуки животных которые вы слышите вы находитесь в непосредственной близости к дикой природе которая вас окружает и те кто любит фото да те кто кто увлекается этим это очень интересный опыт под посещение на таких вот кемпингов и остаться там хотя бы на одну ночь это очень интересное приключение я бы сказала да которое можно предложить туристам но это безопасно это как-то да ну дальше вот конечно находятся да конечно есть специально обученные скажем так люди животные не подходят понятное дело совсем близко да они в общем то понимают и но конечно же есть специально специальный персонал да который за этим всем следит конечно и вы находитесь в полной безопасности но тем не менее в непосредственной близости вот именно к животным вот это то что касается джип сафари да с востока это можно велпоту это можно парк минерия парк минерия это небольшой парк где самая большая популяция слонов то есть вы можете видеть огромные семьи слонов с маленькими детками да это опять же для детей очень интересный опыт это та экскурсия которая без ночевки да то есть вы можете просто поехать и и в общем то совершить джип сафари ну и одна из самых опять же популярных экскурсии на восточном побережье это наблюдение китов и дельфинов есть многие думают что китов и дельфинов можно наблюдать только на юге да в сезоне в зимнем вот если мы будем говорить на юге до стартуют экскурсии из бухты мириса с южного самой южной точки стартует яхты до которые наблюдение китов и дельфинов можно можно заказать оттуда но если мы берем летний период то на востоке из с пляжа упу вели это тринкомали до из региона тринкомали также стартуют катера которые везут на экскурсию наблюдение китов и дельфинов это не один вид дельфинов их огромное множество и китов тоже не один вид то есть этой голубые киты это можно увидеть на расстоянии пятидесяти метров до как они показываются из воды это очень увлекательная экскурсия которую очень любят опять же дети и взрослые это можно совершить из любого региона конечно удобнее если это регион не лавели или тринкомали но из любого региона это можно сделать ну и конечно по экскурсиям точно так же как мы ездим с южного побережья допустим в канди мы можем поехать из восточного побережья туда же если мы не хотим никуда ездить да то восток предлагает пляжи до восточного побережья предлагают очень большое разнообразие водных видов спорта это огромное количество центры водных видов спортов расположены на каждом пляже это различная рыбалка конечно же и ночная и спортивная и так далее это и водные лыжи это хождение под парусом это квадроциклы это ну в общем все что все разнообразие водных видов спорта которое можно представить до восточное побережье предлагает но одно из самых популярных наверное это дайвинг потому что то что мы говорили о коралловом рифе да тот самый красивый коралловый риф который можно наблюдать и конечно же дайвинг очень популярен на каждом в каждом регионе на каждом пляже отели многие имеют свои дайвинг-центры где идет и обучение и они выдают сертификат где можно сделать просто погружение то есть это все в изобилии на любом курорте вы найдете дайвинг-школу дайвинг-центр где можно взять на прокат снаряжение и погружаться хоть каждый день то есть на восточном побережье это конечно же одно из самых популярных до дайверы очень часто приезжают именно именно туда для того чтобы погружаться для того чтобы заниматься дайвингом это тоже то что предлагает но в общем то весь скажем так спектр услуг которые может предложить южное западное побережье пожалуйста даже больше я думаю наверное может предложить и восточное побережье плюс ко всему еще и вот уединение и покой то ничего многие курорты южного побережья в общем то не могут предложить поэтому пиджон айленд до островка которыми говорила тоже достаточно ну одна из самых популярных экскурсий но есть и такие вот до чтобы опять же погрузиться в колорит шри-ланки на мы можем посетить есть храмы да это как индуистские храмы достаточно популярные от недалеко от тринкомали тринкомали самый развитый город будем так называть да потому что регионы пасекуда регионы не лавели они более тихие это такой пляжный спокойный отдых за пределами отелей я не могу сказать что там есть очень активная инфраструктура здесь как раз конечно есть несколько кафе где вы можете поесть да есть не там несколько магазинов где вы можете что-то купить но в общем то это все то есть основная основное основные развлечения это конечно же экскурсии это но отдых на пляже есть рядом с тринкомали знаменитый храм конечно варам там очень красивая бухта и газа и залив вот он находится на скале это тоже такой вот погружение в интересную культуру в интересную историю туда можно съездить в принципе с любого побережья опять же где-то откуда-то это дальше откуда-то чуть ближе из пасекуды чуть чуть дальше до всех экскурсии до из тринкомали не лавели регионов чуть чуть будет поближе к инфраструктуре скажем так вот ну и по поводу отелей до отели все-таки обладают такой своей атмосферой очень многие просят отели такого коттеджного бунгального типа да и западное побережье южное побережье очень мало предлагает таких вариантов то есть это в основном корпуса да это в основном в общем то отдых есть конечно варианты коттеджи бунгало но вот восток как раз больше больше наверно располагает вот такому вот уединенному отдыху и не все отели конечно коттеджного типа но есть достаточно много да достаточно но при том что их вообще в принципе не не очень много на востоке около 15 и да и за счет того что то есть можно выбрать для себя и коттедж и отдельно стоящие отдельно стоящие бунгало скажем так в джунглях и на пляже да то есть этим есть выбор и это можно предложить и в принципе отели за счет того что на востоке не очень развитая инфраструктура да за пределами отеля все-таки нужно до такого активного центра городского немножко проехать то есть в зависимости от курорта это там 15-20 минут максимум отели предлагают ну стараются конечно же устраивать всякие активности и на пляже и в самом отеле да для того чтобы туристы конечно не скучали тем кому хочется чем-то развлечь и развеселиться помимо экскурсии помимо занятий там дайвингом помимо занятий там какими-то видами спорта активными конечно есть масса масса каких-то вечера да они устраивают на пляже очень часто ужины вот и это конечно живая музыка это конечно же днем какой-то волейбол во многих отелях есть программа до которая каждый день придумывается для для туристов и она обязательно размещается на вы можете с ней ознакомиться на ресепшене да и по по времени да вы можете то есть это это йога может быть это может быть какой-то фитнес это может быть какие какой-то волейбол это может быть какие-то соревнования там водных видов спорта и все что угодно то есть и конечно же завершение да они очень устраивает вот отель именно восточного побережья они устраивают очень всегда такие яркие запоминающиеся и очень романтичные с одной стороны ужины вот именно на берегу то есть то что другие отели не ну назад если мы возьмем юг и запад да там таких вариантов нет да может быть есть но немного то здесь как раз здесь как раз это в изобилии то есть можно абсолютно спокойно да можно спокойно заказать для себя отдельно ужин да при свете факелов да при свечах то есть это все конечно же делается конечно же устраивается поэтому ну найти для себя занятий можно конечно огромное множество и не только экскурсии да но и каких-то развлечений по непосредственно в отеле да плюс конечно ну скажем так выбор по если мы будем брать по по звездности да есть варианты и для и в очень высокого уровня отеля да то есть отель достаточно небюджетные да то есть отели такие как вот малу-малу например да такие отели как такие очень интересные да со своей изюминга и каждый отель старается как-то выделиться да вот например отель малу-малу они выращивают свой коралловый риф у них есть мини музей кораллов да каждый отель как-то старается что-то придумать да там конечно же прекрасные в каждом отеле практически есть прекрасный спа-центр есть аюрведические различные процедуры есть отдельные виллы если вам хочется семья да отдельные виллы с бассейном это тоже многие многие отели это предлагают то есть это все но в то же время если у вас небольшой бюджет да если вы не готовы к отелям высокого уровня и вам хочется что-то что-то более бюджетное то есть и такой выбор то есть в принципе отели на любой кошелек на любой на любой вкус есть это или три звезды их немного но тем не менее достаточно хорошего уровня это и марина посекуда и силу отус если тринкомали то есть отели в принципе выбрать есть из чего то есть если мы будем говорить о том выбор конечно не такой колоссальный как он есть на на юге и на западе но тем не менее он есть кто хочет посетить это побережье он может выбрать то что под абсолютно абсолютно ну и конечно же наверное самый большой плюс это все-таки вот качество качество океана на востоке потому что это такая вот как раз красивая почему называют бюджетные да или ланкийские мальдивы да потому что как раз вот цвет воды вот только хотела спросить отличается ну конечно это не мальдивы я опять же это это конечно не тот цвет песка и тот конечно мальдивы это совсем белый песок и это такой мягкий песок и иногда даже как как пыль да совсем мягкий здесь за счет того что это ну и коралловый риф есть он светлее но все равно он не белоснежный он темнее он желтоватый немножко но в некоторых местах если мы возьмем пляж по секуды то там он самый светлый то есть это в общем то но если брать всю шри-ланку то это самый светлый песок который есть на острове вообще вот и ну и конечно же цвет воды который отличается немного отличается если опять же если мы берем разные регионы в каждом регионе на шри-ланке разный пляж да то есть они есть похожие да но все-таки по регионам отличается в регионах и цвет океана да и цвет песка поэтому чем дальше мы едем тем он как-то с чем тем светлее песок и тем более бирюзовый цвет океана и на востоке это такой вот завершающий скажем так это последний вот поэтому там самые самая как бы прозрачная вода и самый красивый наверное цвет воды и самый самый светлый цвет если мы по песку будем брать то это самый светлый песок и нету волн и нету волн абсолютная гладь то есть но очень часто спрашивают ну как совсем нет или вот чуть-чуть все-таки есть даже чуть-чуть нет если мы берем особенно регион пасекуды пасекуды расположена таким образом она как залив получается да и пляже пасекуды и отели стоят вот вдоль пляжной линии это немножко такой залив поэтому там абсолютная гладь да там нет волны совсем если мы возьмем регион тренкомали не лавейли это более открытый пляж то есть залива нет это более открытый пляж но тем не менее если мы возьмем сезон до которые вот сейчас активно и будет продолжаться все лето то она просто но настолько минимально что то есть никаким образом купанию она не мешает отливы приливы шри-ланка не отличая нет на шри-ланке такого понятия как отливы и приливы то есть абсолютно все все ровно и спокойно этого явления там нет есть отели которые находятся вот как отель джангл бич да это один из таких достаточно популярных мест которые находятся в джунглях он немножко отличается от остальных здесь как раз совершенно полное уединение здесь отдельно стоящие бунгало в джунглях со своим выходом к пляжу есть номера и полное отсутствие людей то есть это вечера в ну скажем так отели конечно же устраивают и какие-то ужины тематические и так далее но это как раз вот полный покой и релакс где не будет анимации где нет этого понятия и в принципе нет на востоке есть на пасекуде да есть в некоторых отелях тринкомали но она настолько не незаметная это анимации не навязчиво что в принципе вы особо и не ощутите но опять же не для многих это минус но для многих я думаю что это плюс вот для как раз полного покоя и и релакса а вот если мы говорим да ну конкретно востоке мне кажется на шри-ланку многие едут как раз более за релаксом чем за какой-то анимации в отеле ну честно говоря да то есть уже в общем-то сложился такой ну сложилось понимание того что мы делаем на шри-ланке да зачем мы туда едем и конечно же это совсем не совсем не анимация совсем не нахождение в отеле да а это как раз вот тот отдых когда вы отель это постольку поскольку да для того чтобы просто переночевать остановиться да и поесть и как раз все остальное время вы проводите за пределами отеля потому что самое интересное всегда происходит за пределами отеля в отель вам служит только пристанье так назвать вот поэтому тут как раз выбираются более более скажем так можно рассматривать не не обязательно иметь огромную территорию да где вы можете гулять не обязательно иметь то есть все все равно все все происходит за пределами потому что пляжи они все муниципальные все равно и они достаточно активны если мы берем любую любой пляж да и есть масса развлечений и все равно люди стараются посетить как можно больше поездить как можно больше по острову потому что шри-ланка это как раз то место где если ты просто ну пробовал наверное на пляже все весь отпуск дави все семь дней то шри-ланку можно сказать что шри-ланку и не видеть вот и тут как раз фишка да в том что вы можете путешествовать просто бесконечное количество времени вы можете приехать на месяц и вы не успеете все посетить то что чтобы хотелось и даже на больше вы можете приехать и все равно все что удивительного и замечательного то что что предлагает шри-ланка вы увидеть не успеете поэтому как раз многие стараются за пределами отеля как раз многие стараются выбирать для себя именно просто комфортное проживание да для того чтобы путешествовать для того чтобы узнавать что-то новое 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 вот поэтому в общем то восток это то что то что в общем то если брать Всю Шри-Ланку в целом и в общем Многие, когда бронируют летом Отель какой-то очень популярный На юге, да, или на западном побережье И очень удивляются, почему он не подтверждается Ведь не сезон, ведь лето И кто, в общем-то, кто туда едет Почему нет? Я могу сказать, что действительно Не только восточное побережье Но и западное побережье, и южное побережье Достаточно популярны для посещения Туристами из многих стран И сейчас такой бум Китайский бум, скажем так На Шри-Ланке, потому что очень много Китайских туристов приезжает И они уже добрались и до восточного побережья Частично, поэтому Восточное побережье набирает все больше Больше популярности Потому что оно совершенно замечательно Но туристы любят, скажем так, летом Западное и южное побережье Как раз именно потому, что цена летом На юге ниже, на западе ниже, на отеле И погода одинаково круглый год То есть температура не меняется Температура океана не меняется Поэтому мы можем прекрасно посещать Все достопримечательности Не имея такого большого потока туристов Не имея такого большого ажиотажа Как зимой То есть летом нам это комфортнее Нам это... Именно за счет того, что нету большого количества То есть народу меньше и, конечно же, это проще Ну и кто привык планировать свой отдых на лето То есть тоже как раз может... Либо летом Ну как раз вот Шри-Ланка по климату Это очень комфортно Именно потому, что не меняется температура Если мы возьмем другие страны летом То это очень сильная жара То есть жарко, невозможно дышать То есть это только кондиционированный транспорт И так далее То есть здесь как раз в этом случае Все гораздо проще, гораздо комфортнее Поэтому это и считается, в общем-то, круглогодичным направлением Именно за счет уникальности климата Шри-Ланка уникальна по своему климату Потому что остров достаточно небольшой Но разные климатические зоны То есть путешествуя по острову Вы попадаете в абсолютно разный климат И это очень интересно Потому что где-то он более сухой Это джунгли Если мы в горные массивы приезжаем Где водопады, где чайные плантации Это прохладно Это абсолютно нету никакого дискомфорта И не жарко Если мы попадаем на побережье Опять же на разном побережье Климат немножко отличается Но если мы восток и юг берем То в принципе вот уникальность Как раз одна из уникальностей Шри-Ланки Это как раз ее климат И комфортность круглый год По посещению абсолютно И для любой категории туристов Елена, если говорить все-таки Про летнее время и про юг То дождик часто, не часто? Вы знаете, честно говоря Год на год не приходится Потому что иногда бывает Что летом абсолютная засуха И люди страдают и мучаются Когда должен быть сезон дождя И он должен идти В основном Бывают месяцы определенные Когда большее количество осадков Но дожди в основном идут ночью И это очень редко бывает такое Что это всего бывает несколько дней Было вот в прошлом году В мае Когда несколько дней шли Достаточно сильные дожди Они прекращаются, естественно И дальше Температура, соответственно, не меняется И так далее Угадать невозможно Но в основном Это ночной дождь И дождь, который, если днем идет То обычный кратковременный дождь Как у нас То есть он прошел, закончился Вы купаетесь, загораете и так далее Бывает чуть-чуть пасмурно Но опять же Если там пасмурно Мне кажется, то наоборот Как раз хорошо Потому что При пасмурно Можно очень сильно сгореть Поэтому Это тоже достаточно обманчиво И наоборот Это более комфортно Когда пасмурно Когда нет сильного солнца И в принципе Можно Если мы берем волну Если мы не хотим Хотим летом посетить Шри-Ланку Не хотим по каким-то причинам Ехать на восточное побережье Все-таки нас привлекает юг То совершенно спокойно Можно найти регионы Где есть бухты, лагуны и так далее Где волна будет минимальна Насколько это возможно В Индийском океане Для Шри-Ланки И совершенно спокойно И комфортно отдыхать Ну, по-моему, даже в марте Лично я застала небольшой дождик Так что действительно Погода переменчива Что такое, я не знаю Что должно привлечь туриста Пару слов скажите нам еще На восток Или в принципе на Шри-Ланку Ну, в принципе О Шри-Ланке могу говорить И, конечно, много И если в двух словах То Шри-Ланка, несомненно Одна из самых удивительных Стран Одна из самых интересных Которая может предложить Огромное-огромное количество Неизведанного приключений И прекрасного отдыха Поэтому Открывайте новую Я хочу сказать Открывайте новую Шри-Ланку Для себя Не только одно побережье А разные побережья Они все Отличаются И все по-своему Замечательны Поэтому Нужно отправляться Обязательно И исследовать То есть, Даша Если вы уже были на Шри-Ланке То можно поехать На Восточную И увидеть совсем другую Однозначно Вы можете 10 раз приехать И увидеть совершенно новое Для себя И открыть для себя Огромное количество Интересного Спасибо вам большое Елена Я напомню С нами была Елена Руководитель направления Шри-Ланка Туроператор Travel Professional Group Ну а туры на Шри-Ланку Или возможно В другие направления Вы всегда можете найти На сайте HotTour.com.ua А если по каким-то причинам Вы не нашли Понравившийся тур Можете заполнить анкетку Или сразу позвонить В любое агентство Сети Агент горящих путевок До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому